Друзья, всем привет. Я на канале Сенченко в Америке. Хочу показать вам, пришла притюрница с тиктока, но вначале я хочу вам показать здесь, потому что у многих нету тиктока. Ее очень все хвалят. Это такие новые они. Турбублесс какая-то. Так что сейчас мы посмотрим. Стоит она 100 долларов, да? Наверное. Так, это решеточка не запчни. Такая большая. Шестилитровая. И она без растительного масла. Я сейчас, друзья, буду пожарить на ней куриное мясо, потому что буду делать на тикток рекламу, показывать ее. И я подарю ее нашей Марийке, нашей доченьке. Потому что у нас есть, ну, не точь, или у нас тоже точь скрин. Такая классненькая. Ну, это крутая. И пустой готовить. Ну, хорошенькая, да? Тебе, если есть место на кухне, поставь и все. Мне, друзья, столько всего можно готовить. И картошку, и овощи, и мясо. И сушить, и сушка, все. И сушка, да, и джерк его наделать. Все можно делать, да. И, друзья, есть вот такая наклеечка. Вот эту пленку сдирать. А это можно поместиться сюда. Это очень классно. Как жарить картошку? На сколько включать? На 400... Это их рекомендации? Да. По фармгейту на 400. Агрегатом. И на 16-12 минут. На овощи 425. Даже мороженое, понял? 18 минут. Для рыбы, для курицы, для биф. Поняла? Вот. Это очень классно. Да. Замороженное тоже можно. Не надо ждать. Поняла? Классненькое, да. Так что, друзья, переходите и покупайте. Хорошенькое. И я сейчас буду делать мясо. Потом покажу, как оно получится. Это только воздухом, друзья. Оно будет так нагреваться. Не надо... Ой, не закрыла. Сюда растительное масло. Это уже эта экономка. Экономить, что нету... Не надо растительного масла. И оно намного полезнее без тех всяких жиров. А будет так жариться. Потому что у нас есть... Я когда-то себе в гудвил купила такую доушную. Это очень классная. Друзья, вторая распаковочка. Сразу вам покажу. Там уже готовится мясо. И уже как приготовится, я вам покажу. Это у нас идет... Я заказала. Машинка для стрижки волос. Мужская такая. Такая интересная. Красивая. Это тоже с тикток магазина, друзья. Такая классная, красивая эта. У нас есть-то черная, обычная. Такая мечта. Они рекламируют очень много. Классные. Ну, будем смотреть, как она будет... Это снимается, да? Хорошенькие такие. Это что? Ухла не сразу работает, да? Это на электрике. Ага. А это маленькая, тоже какая-то там. Возле ушей, да? Кантовку. О! Работала, ничего себе! Вау! Круто! Круто! Угу. Не помнишь, сколько стоит? Угу. Нет. Вау! Смотри, какие здесь насадки всякие цветные. Круто. Это сюда насадки на эту. Угу. Угу. Вот такой даже... Помазок. Угу. Ножнички, расческа есть. Короче, зашибись. Угу. 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 Дополнительная штучка. Угу. Знаешь, как в носу волос торчит? А! И надо пинцетом его выдирать. Да. А это, наверное, такая сумочка, чтобы ее... Эту машинку... Нет! Знаешь, что? Вода! А! Это... А! Это... Когда стришься, вот так, чтобы его на липучке, прикинь, как классно. Вот так делаешь все. Да? А батя-ка всегда ищет что-то там, да? Что-то приезжает со своей рубашкой. И оно такое шелковое, будет хорошо слетать у вас. Угу. Уже пахнет. Уже мясо пахнет, да? Так что, друзья, переходите. Я показывала. Я не знаю, можно каких других стран, кроме Америки. Наверное, нет. Только типа в Америке может купить, да? Ну, пусть пробует. Пусть пробует. Я думаю, пересылка... Заходите. Пересылка по всему миру. Это все равно, друзья, все идет с Китая. Кто бы что ни говорил, там, китайское... Вы посмотрите, все носят все китайское. В Америке куча... Наташ, ты в магазине покупаешь мне? С Китая. С Китая. С Китая. Футболки китайские. Я смотрю, оно в Китай. Бейсы, шапки. Все. Из Китая. Из Китая. Мы зависим от Китая, да? Все. Так что вот так. Машинки классные. Это тоже будем делать на TikTok рекламу. Показывать. Такие они тяжеленькие. Так. Осталось, друзья, 4 минуты, но я хочу посмотреть. Я думаю, что уже готово. Если больше, то оно уже будет... Ой! Чуть не упало. Такое мягкое получилось. Так. И вот так. Горячее. Сейчас покажу в разрезе какая наша куличка. Вкусные. Быстро и удобно и вкусно, друзья. Переходите. Покупайте. Всем советую. У меня есть такая машинка, но она такая более старенькая. Старенькая. Она не так работает, так как эта. Новенькая. Всем спасибо. Всем приятного аппетита. И пока-пока. Друзья, всем доброго денечка. Уже вечера. У нас 7.30 вечера. И я уже насыпала курочком. Налила им воды. Наконец-то прикрепила светлячки и все под подсолнухи здесь поставила. И так по кругу прошла, прошла и туда. Только вот тот уголочек, там осталось 7 столбиков. Можно докупить, если не забуду. И, 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 и. Вот редиску. Помните, я сеяла. Смотрите, какая красивенькая, хорошенькая. Это та, которая побольше. Думаю, кто там хрустит. Это гусенький. Вот такая редисочка. Сейчас покажу, друзья. Ой, просто-просто-просто. Я посеяла такую. Она должна быть длинная. Мне нужно взять ведро. Ой. Потому что ее нужно вырвать и отдать курочкам. Курочки едят. Я сейчас вам покажу. Возьму тазик себе вот такой. Ее нужно вырвать, там пересыпать поле рядочки и посеять. У меня, кажется, есть такая. Это я розовая, я красная. Как она? Посеяла я такую сиреневую длинную. Эта помидорки так сапала в дождик, когда крапал, смотрите, пересадила зелья. Огурцы уже всходят. Так. Короче, никогда не буду брать такую редиску. Ее сразу видно даже по листьям. Вот какие-то такие листики, видите? А вот такая она. Эти другие. Это розовые. Красная такая. Вот. Это такая красивенькая вот там. Я уже некоторую вырвала. Чуточек вы видели. О! Вот еще красотулечка. Будет салатик. Вот. Тоже хорошенькая. Сеяла я ее, друзья, вместе в один и тот же день. Всю редиску. А эта уже совсем маленькая. Так. И идем дальше. И идем на этот ряд. И смотрите. Вот какая редиска. Вот какая. И вот. Какая замечательная. Просто. Я же ее насеяла столько. много. Знаете? Думаю. Хватит всем, чтобы все наелись. Вот такие рядки два. А ее совсем нету. Совсем. Я не знаю. На коробке нарисована длинная сиреневая редисочка. А вот как она. Вот такая она сиреневая. Как она меня обманула. Так что теперь мне, ну, нужно надеть рукавицы, потому что она колючая, колет. И я думаю, что она еще будет, если я пересею. Насею новую, вторую, другую. То еще взойдет и вырастет, да? Потому что, потому что вот так хочется редиски, но не получилось. Я думаю, уже такие, ух, большие листья. Ну, пойду-ка я ее проверю. И это не то, что она может быть густая, друзья. Вот нет. Видите? Вот, допустим, это. Ух, какая большущая. Какая же выросла красивая. Да. Клубнички поела уже. У меня красная клубничка есть. Уже можно сварить варенички. Обязательно. Так что сейчас буду я ее вырывать. И просто отнесу курочкам, пускай едят. Они едят эти листья. Я только что заносила им. Гусята наши купаются, моются на ночь. Все, я вырвала ту редиску. Листья уже, вы видели, какие большие, а плодов нету. Уже там просыпалась. Сейчас пойду посею второе. На, смотрите, какая красота у меня. Такая красота. Я их, вот такие сухие, щипаю, щипаю. Их так много. Такие. И вот какое блюдо приготовил. Гена приготовил на костре. Но, говорит, сначала обжаривал. Затем еще ставил на гриль, на костер. Ой. Так. Тут у нас и чеснок. И лук, и спаржа, и морковь, и браклы, и рыба. А ну, вилку, неси вилку. Сейчас буду пробовать. Вилку. Сейчас попробую. Я очень люблю вот такие овощи и еще поливать лимоном. Только не знаю, у нас есть, нету. Вот такая вкусняшка. Такой ужин замечательный. Я думаю, что и чесночок, друзья, этот будет вкусненький. Вот такая рыбочка очень-очень вкусная. Вот. Я уже кушаю сейчас, поужинаю и пойду в огород. Опять. Морковь. А, я люблю лук. Когда делаем шашлык, то я тут лук люблю. И вот такой тоже. Кто там? Мадуля. Смотрите, где? Где ты? Где? Иди сюда. Иди. Пошли. С охоты пришел, услышал. Пошли в домик. Пошли. Иди. Иди. Что стало? Это где-то туда сунет. Ползет. Какой-то там уже, может быть, какой-то листик зашевелился. Все. Он уже охотник. Муруль, а иди сюда. Кися. Да. Подожди. Говорит, подожди. Все включено. Лимонад поднесли, принесли. Рыбочка. Цветочки. Вы думаете, для кого я, друзья, ищу мебель такую натираю? Чтобы было где посидеть, где полежать. Для себя? Нет. Вот для кого. Гномик. Кичка. Гномик. Ну, посмотри, красавчик. Китюня, ты моя пусестая мордашка. Вот для кого я покупаю и подушки, и диванчики, и все. Да, Гномик, хорошо там лежать? Ой, как хорошо. Прохладненько, так не жарко. Вот так. Иду посею. Уже нужно собирать плоды с петрушки. Смотрите, как растет в вазоне она у меня. Пойду посею эту. А где же она? Редиску. Ой, в доме оставила. Эти штучки ломаются. Видите? Ну, они, конечно, уже много лет. Мы только в доме семь лет живем. Наверное, Гена их один раз менял. Такие. Это нужно купить, чтобы красивенько светили. Ой, нужно это, пускай Гена покупает. Вот такую редиску, друзья, я буду сеять. Вот так, вот так, вот так она падает. Видите? Помощница сразу подбегает. А то съедят курочки. Как красиво. Ну, сегодня тоже был целый день дождик. Особенно с утра. И днем был туча такая, как найдет. Вот такой спокойный, хороший, без никаких тамбурь, ветров. Ох, уже светлячки мои будут светить завтра. Потому что сегодня они еще не зародились. Я их только под вечер прикрутила. Вот столько редисочки. Так, хочу. Ой, как же я хочу. Выходите, выходите, девчата. А, вы хотите сразу кушать. Давайте я вам дворик сюда. Так съедят эту гичку такую. Чутенький. Давайте. Кушайте салат. Салат. Свежий. Свеженький. Натуральненький. Ой, какой вкусненький. А кто хвостик распустил? Ой, какая красота. Ой-ой-ой. Павлинчик. Ух ты, как шевелит. А. Хвостик. И все лапками топчет там. Открыла двери. Пускай бегут уже в вечер у нас. то иногда не каждый день но иногда открываю вчера допустим открыть цесаренька цесаренька листик и стой и курица забрала из редиски кто там у нас на террасе трапезничает давид есть и рыбу смачно давид все побежали 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 наши курочки пускай поклюют рожки а вот тут такой уже зеленый зеленый коридорчик стал такая зеленая трава видите как они едят так много было планов еще на сегодня картошку досопать но так как увидела ту редиску и все поменялось не любят камеры видите ой кто у нас это так бузька кулода вот эту розовенькую оставила чуточек начать так у меня получилось что я только ту посеяла то я не знаю ну так вышло сейчас дождик каждый день и очень мокрая земля хорошая все растет но и земля тоже очень растет быстрее того что нужно петь я вот такой жених смородины буду делать компотик очень вкусный кстати я закрывала в прошлом году клубнику и мяту добавляла вы мне писали то мне не понравилось никому не понравилось кроме давида ему понравилось говорит вкусное такое так что да на вкус и цвет каждого разные вот новые светлячки мои давайте светите уже и они по доллар двадцать пять один есть конечно дорогие но эти такие дешевые и на друзья них даже на зиму не убираю они стоят у меня и зимой и летом и светят вот такую редисочку друзья буду сеять такие беленькие хвостики есть такая что 22 дня это 20 до 30 дней когда там спать вот работы сколько друзья такой такой вопрос клубничка у меня так посеяла редиску ничего не сапаю хотела что-то сапать передумала уже уставшая была на работе я сама себе хозяйка хочу лежу хочу работаю хочу сапаю хочу нет что хочу сказать по поводу клубники она у нас уже третий год и говорят что три-четыре года до клубничка хорошая то я планирую даст бог будем жить вот посадить уже перенести ее ну не эту а новенькую там вот где у меня картошка где вот это деревце саде стоит растет и туда посадить клубнику но это же наверное нужно мне на осень ее будет посадить осенью да и а вот эту еще не убирать не убирать из потому что на следующий год на весне молодая клубничка она будет так несколько штучек только будет то чтобы было еще и это четвертый год это мало молоденькая первый год друзья я правильно но размышляю напишите мне пожалуйста по поводу клубники майорчики у меня взошли нужно тоже полоть их ой мои красоточки нужно чтобы не вырвать три сестрички здесь вот четвертая есть цесаренька цесаренька бегает открыла чтобы по побегали покушали салатика короче в ресторан их привела всех и все оттуда нету видите оттуда не взошла хочу насадить может быть вот здесь забрать одну маленькую и посадить но переживаю примется ли она хорошая ли хорошие ли эти цветочки к пересадке так эти гуси так моются вечерок такой теплый хороший а у завтра гены у гены appointment на 8 утра по поводу ноги то не знаю что там скажут что там сделают так а дерево почему не убираем дерево потому что некогда друзья то гена был занят а теперь нога случилось с ногой и так нет не ждем мы никакой службы никакого разрешения забор целый если бы дерево свалило забор поломало то да потому что у нас был такой случай что мы вызывали службу страховка есть на дом на все то они оплатили оплатили ущерб а в этот раз слава богу все хорошо то так пускай лежит мне оно не мешает уберется когда и что-то там шпортает в траве и кричит пока друзья гена в лес не ходит и с собаками в эти дни то уже я их выпустила чтобы вот хотя бы здесь побегали погуляли да вандуля а где сумочка твоя так 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 так